Сказал нам Яхья б'ну Яхья Ат-Тамими, райханат Нейсабур, это шейх имама-муслима, он сказал Ахбаран Абдулла б'ну Яхья б'ну Абикасир, сообщил нам Абдулла б'ну Яхья б'ни Абикасир, который сказал Сами'ту Абит, то есть слышал, что мой отец, то есть Яхья б'ну Абикасир, говорил Ля юстатау л'ильму бирахатил джисм Невозможно получить знания путем телесного отдыха и покоя. Невозможно получить знания путем телесного покоя. Это слова Яхьи ибн Абикасира рахмаллаху-те'аля. Почему муслим вдруг приводит здесь этот асар? Это же не слова пророка, это слова кого? Одного из имамов, Яхьи ибн Абикасира рахмаллаху-те'аля, который умер в каком году? Яхьи ибн Абикасир. 129. Это не хадис про кори Саратов Сарам. Почему муслим его здесь привел? Тем более это асар, не слова прокосов. Тем более не имеющий отношения собственно к вопросу малакит, к вопросу времен намазов. А эти хадисы все посвящены вопросу времени совершения намазов. Правильно. И говорят, уляма разъясняет, что муслим таким образом хотел напомнить нам посредством упоминания этого асара. После того, как муслим привел вот эти все версии хадиса. Смотрите, сколько версий хадиса Абдулла Абнавна в разу здесь приведено. Сколько и снадов. И в каком замечательном порядке это все приведено. И все версии собраны. И версии дополняют друг друга. Ведь это все не просто было собрать по крупицам вот так вот. От стольких уляма, от стольких шейхов. Все это знание. И вот это требовало усилий, усердия, утомления. И вот он, приведя все эти версии, все это, все, что передано, приведено здесь, он приводит этот асар, как бы напоминая нам, что вот так вот получить какое-то знание, не утомившись, не приложив какие-то усилия, невозможно. Ты можешь получить какое-то знание только если только если будешь уставать, только если будешь проявлять усердие и лишишь свое тело покоя. Если ты отдашь предпочтение знанию перед сном твоим, едой, отдыхом, потому что некоторые, которые говорили, говорят, ну как тебе, мне тяжело, я спать хочу, я есть хочу, я еще что-то, я должен был учить, если я спать хочу, я должен был учить, если я есть хочу. И для меня важнее приготовить, поесть там или еще что-то, пойти куда-то, отдохнуть, для меня это предпочтительней. Нет, пока ты не будешь отдать предпочтение знанию перед твоим сном, перед едой, перед отдыхом и получать будешь знания в любых условиях, когда жарко и когда прохладно и летом, и зимой, ты настоящего знания что не получишь. это условие для того, чтобы стать настоящим искателем знаний и ученым. Конечно, хадис, этот ассар не имеет отношения к главе прямого, хорошо к вопросу Маваты, но как бы ему с ним приводит это, и он себя подбадривает, себя утешает, хорошо, этим подбадривает, и напоминает братьям своим, и напоминает тем, которые будут читать потом хадисы его сборника, что этот вопрос, он нуждается в усердии, в стойкости, в терпении, чтобы вот так вот собирать знания, подобно тому, как он собрал здесь разные ривояты этого хадиса. Продолжение следует...